Работы по добропорадкованию сегодня на Гомичине не испыняются. Починали ранней весной у ВЕЦ, зараз протягиваются в Гомеле. Але, бодай, самый значный объем, выполненный у Житковичек. Столица областных дожинок 2017. В улице школы, центральный парк, автостанция. Новый выгляд у Житковичек набывает литерально вся инфраструктура. Достатково значный объем работ запланованный и у районной больницы. Одной из старейших местовых установ. В уголе первую больницу у Житковичек пободовали на початку 1900-х. Зараз той будинок не заховался, але як своясаблевый помник того часу, на территории райбольницы рассе прикладно 150-годовый дуб. Сучастная районная больница медицинская установа, якая отправляя усим потребованиям, сегодня у семи отделениях оказывается практически вся необходная допомога за выключением лечения редких и особливо складанных захворываний. У таких выпадках хворох нокируют областные установы. Мы детей отправляем вышестоящие в Гомель, например. Если ребенок в нашей больнице, не может оказать ему помощь. То есть требуется оказание специализированной помощи, которая у нас даже не запланирована. То, что касается состояния нашей больницы, какая помощь должна у нас оказываться. У нас все имеется, все оборудования, все лекарства, формы, которые в суспензии пероральной, формы инъекционных антибиотиков, физиолечения, ингаляции у нас всевозможные проводятся. Дитяшим отделению зараз особливая увага. У селяки Мрази именно в это тут проводятся самые масштабные работы. При этом у больницы не выкористовывается ни одного бюджетного рубля, а притягнули сродки замежных инвесторов. Больше 70 тысяч евро у рамках отповедного проекта продоставил немецкий добрачный фонд. До речи два года тому, этот фонд за сродки, собранный жахарами Германии, подаровал Житковской районной больнице сучастный фиброгастроскоп. Мы закупаем за их средства материалы, и наши рабочие производят ремонтные работы. Ну, естественно, каждую пятницу мы отчитываемся перед немецкой стороной из-за расходования материалов о том, что мы выполнили, и планы на следующую неделю. Олег Синчуру, Валерий Капанько, Телерадо, компания Гумель.